Приветствую! Итак, какое издание Assassin's Creed Valhalla все же лучше? Как сэкономить на покупке в любом случае? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять себя, свой стиль прохождения игры. Если вы пройдете ее, ну, по опыту других игр, да, анализируете, которые вы проходили, может быть, в Odyssey, проходили в Watch Dogs, какие-то игры от Ubisoft или Ведьмака 3, если это примерно 1-2 месяца у вас займет прохождение, то есть вы будете играть, ну, достаточно много, например, каждый день после работы, учебы, по несколько часов, то, возможно, вам стоит брать и Valhalla и другие игры в будущем через Aplay Plus. Ну, его еще называют Ubisoft Plus. Всего лишь за 999 рублей в месяц. То есть это каждый месяц у вас будут списываться деньги, но если вы пройдете игру за месяц-два, то в чем проблема? После этого вы, естественно, не забывайте отменять эту платную подписку. Экономия получается даже по сравнению с самым дешевым изданием Assassin's Creed Valhalla очень большая. Если же вы относитесь к тем, кто будет изучать каждый булыжник в игре, плюс если вы не можете себе позволить играть часто и подолгу, то у Play Plus или Ubisoft Plus может быть не самым лучшим вариантом, и тогда стоит рассмотреть какие-либо издания для покупки. О преимуществе, кстати, тех или иных изданий у меня уже есть видео, я закреплю его в первом комменте. Правда, когда я его снимал, я еще не знал, что игру можно будет взять через Aplay Plus. Ubisoft Plus вообще, они его переименовали, но не важно. К слову, этот Ubisoft Plus стоит оплачивать только через PayPal, только через PayPal, к которому вы привяжете свою карту. Ибо когда я оплачивал с карты напрямую, то спустя некоторое время подписку отменили, у меня пропал доступ к игре. А деньги, кстати, так и не вернули, до сих пор не вернули. Звонил в банк, и звонил, точнее писал уже в Aplay Plus, сказали и там, и там, что когда-то, когда-то вернут. И такая проблема у многих людей, не только у меня, в комментах писали. Так вот, имея Aplay Plus, вы получите доступ не только к Assassin's Creed, но и ко многим другим новым и старым играм Ubisoft. Доступ Aplay Plus включает в себя все преимущества самых дорогих изданий. То есть, вы не дешманское даже получаете, а за месяц, или там, сколько вы будете проходить, как будто вы купили издание за 5 или более тысяч. То есть, вы весь контент, все преимущества получите, это очень выгодно. Если все же по тем или иным причинам вы решили покупать какое-то издание, и вам Ubisoft Plus не хочется брать, то не забудьте проверить свой баланс очков. Собственно, на сайте store.yubi.com.ru, ну, на официальном сайте Ubisoft, вот здесь, в правом верхнем углу, ну, еще можете его проверить в Ubisoft Connect, это тоже, ну, программа его, ее вам в любом случае придется скачать для запуска любых игр от Ubisoft. Эти очки, вот эти вот, они даются за покупки и различные достижения в играх. Если честно, когда я что-то купил, у меня было, по-моему, их 50 или 60, и, в общем, все остальные, до сотни, я вот набрал, просто играя в Valhalla, Watch Dogs, и все, собственно. То есть, ну, очки вам реально дают, это без обмана, и они вам могут обеспечить скидку в 20% на покупку любого издания любой игры. Ну, то есть, как могут, их можно потратить глупо, если у вас не очень много денег, это будет глупо, вы можете потратить эти очки на разблокировку всяких косметических и не очень хрений в игре, каких-то там уникальных той же Valhalla, там суперсверкающих, там доспехов, еще чего-то. А можно с их помощью оформить код на скидку в 20%. Причем этот код можете активировать как вы, так и кто-либо, то есть, ну, кому вы его скажете, подарите. Согласитесь, что 20% от 5000 рублей, да даже от 3000 рублей, это очень приличная экономия. Вот такие дела, пишите свои мысли и советы в комментах. Уверен, не только мне будет полезно и интересно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Благодарю за внимание.